Вчерашнее оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан было насколько коротким, настолько и интересным. Начнем с того, что на нем практически не было никакого вступления и сразу заговорили про пандемию COVID-19 и борьбу с этой болезнью. Вступительный доклад Максима Забелина не нес ничего нового, интересного или существенного, кроме того, что граница в 100 заболевших по официально признанным данным, будем именовать это так, уверенно преодолена и в прошедшие сутки предшествующие совещанию заболевшими посчитали 106 человек. 262 человека находятся на стационарном лечении от COVID-19, что подозрительно мало по сравнению с официальной статистикой. В целом 13 человек признаны Забелином тяжело больными. В общем и целом 93% от заболевших в Республике Башкортостан выздоровела, а количество заболевших, напомню, уже приближается к 12 тысячам человек. Забелин утверждает, что у него мобилизовано 5000 коек, из которых 79% занято, а 21% соответственно свободен и находится в резерве. Максим Васильевич уверяет, что запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов практически неисчерпаемы и абсолютно надежны. Стимулирующие выплаты медикам выплачены все на 100%. Никто не обижен, никто не обойден. В общем, там такая тишь да гладь да божья благодать, что впору расплакаться от умиления, насколько хорошо организовано медицинское обеспечение в Республике Башкортостан. Далее слово взял Ради Хабиров. Отметил, что важнейшим аспектом в борьбе с ковидом является теперь почему-то тестирование. Может быть, потому что по тестированию цифры более убедительные, более такие грандиозные звучат в эфирах отчетов и вообще в устах медицинских чиновников, что вот эта цифра стала Хабирову нравиться больше. Ну да ладно. Так вот, из новых мер, которые огласил Хабиров как меры, вносимые в вот этот многократно измененный 111 указ, в дополнение изоляции будут подвергнуты лица с хроническими заболеваниями, но тут есть нюансы новшества. Теперь лицам старше 65 лет разрешают выходить на улицу по каким-либо надобностям с 11 утра до часу дня. То есть вот эти окошко в 2 часа, видимо, мы будем наблюдать необычную картину, как на улицу высыпают старики, и стремглав и сломя голову несутся по льду и снегу начинающейся зимы в сторону поликлиник, магазинов, каких-нибудь, значит, ремонтных мастерских и так далее, и так далее. Ну, большего, конечно, бреда придумать нельзя. На 2 часа выпускать людей в миллионном городе для удовлетворения своих текущих потребностей. Но такова гениальная мысль, которая сработала в штабе по борьбе с COVID-19 в республике Башкортостан. Далее Хабиров рассказал о том, что кафе и рестораны будут работать не до 11 вечера, а до 12 ночи. Добавили им час работы. Хабиров не скрывал того, что к нему обратились представители индустрии и сказали, что этот час просто категорически им необходим. И тут, конечно, возникает вопрос. С какого такого потолка бралась цифра там 11 вечера. С того же потолка взята цифра в 12 вечера ночи. Вот как предел времени работы кафе и вообще на основании чего вычисляются эти параметры. Судя по всему, это чисто понятийные какие-то вещи, да, и попытка имитировать деятельность Москвы здесь у нас в регионе. Далее перешли к ограничениям, которые коснутся школьников. Учиться продолжают очно ученики первых-пятых классов. Ученики шестых-десятых классов включительно уходят на дистанционное обучение. Ученики одиннадцатых классов остаются на очной форме занятий. Хабиров не забывал напоминать в ходе оглашения этих мер о том, что штрафы будут за все. Штрафы будут для кафе, штрафы будут для стариков старше 65 лет. Видимо, штрафы будут и для детей, которые будут криминальным образом учиться в школах. Но по поводу вывода на дистанционное обучение, тут, конечно, очень много вопросов. В том числе вопросов к тому, почему не всех полностью школьников уводят на дистанционное обучение. Дело в том, что дети как разносчики заболевания все еще продолжают быть в фокусе эпидемиологов. И эта версия все еще не отпала о том, что дети, даже когда они не болеют, они все равно передают вирус от человека к человеку через контакты, через предметы. И вот не будут ли подвергаться здесь опасности сидящие дома бабушки и дедушки со стороны своих внучков, которые неизбежно будут с ними контактировать, остается большим вопросом. Но школы, больницы, присутственные места, традиционно места передачи и обмена вирусом, это уже доказано и известно. И Хабиров оставляет работать практически половину коллективов в школах Республики Башкортостан. Далее в теме COVID-19 случилась целая серия рассуждений, иногда ни о чем. В частности, Хабиров сказал такую странную фразу, он в последнее время говорит много странных фраз. И здесь, как говорится, хлеб не отнять у тех, кто пытается интерпретировать речи руководителя Республики Башкортостан. И сказал он следующее, цитирую, «Мы вышли на определенный уровень развития. Не идет особо ни вверх, ни вниз. Каждый день в районе 100 заболевших». Конец цитаты. Речь, несомненно, шла о заболеваемости COVID-19. И тут хотелось бы напомнить Радио Фаритовичу, что на самом деле ежедневный прирост заболевших в последнее время абсолютно рекордный. Именно по Республике Башкортостан. И именно прирост, даже если опираться на официальные данные Минздрава. Речь идет о том, что каждый день мы увеличиваем количество заболевших относительно предыдущего дня на 3-5%. То есть тут говорить о стабильности даже близко не приходится, потому что, условно говоря, каждые 10 дней – это рост в полтора раза, а каждые 20 дней – это рост в два раза. Ну, говорить о каком-то очередном плато или каком-то уровне развития без относительно к тому, насколько слово «развитие» здесь вообще употребимо, я бы не стал. Далее Хабиров опять вернулся к штрафам и сообщил о том, что за последние 2-3 дня уже выписано 2000 штрафных протоколов по нарушению масочного режима, и он считает это очередным успехом в борьбе с COVID-19. Как известно, Радий Фаридович измеряет свой успех и вообще какие-либо достижения измеряет интенсивностью карательных мер, которые удалось применить к населению. Вспомним вот эти парковки на газонах, когда каждую неделю зачитывалась сводка бедный несчастный Владимир Иванович Спеля отчитывался о том, скольких он покарал по республике Башкортостан и по каждому району из числа тех, кто имел неосторожность заехать колесом на травку. Теперь измеряют успех работы властей количеством оштрафованных людей за недотянутую до носа маску. В общем, Хабиров тут, как говорится, в своем амплуа, и, повторюсь, измеряет он успех исключительно карательными мерами. Далее заговорили про Баблишко. Ну, куда уж там без Баблишко, и Хабиров прямым текстом заявил о том, что, цитирую, готовы небольшую денежку подбросить Единой России, чтобы ее волонтеры помогали людям, сидящим на самоизоляции. Конец цитаты. Ради Фаридович, у меня прямой, простой вопрос. А нельзя подбросить денежку напрямую тем, кто сидит на самоизоляции? Зачем ее подбрасывать в топку Единой России? Вы же прекрасно знаете, что дать денег Ахмадинурову – это все равно, что бросить их в печку. Ну, перечислите вы ему, в конце концов, на Сберкарту эти деньги, и пускай все успокоится. Если уж так, они сильно нужны Рустаму Маратовичу. Ну, вот, правда смешно. То есть, проводить деньги через Единую Россию – это какое-то, вот, честное слово, обнал какой-то вообще. Как в старые добрые времена. В общем, конечно, вот, остается непонятным совершенно, куда делось у нас Министерство труда и социальной защиты, и прочего там благополучия, которое так шумно и деятельно организовывало целую систему поддержки, контроля. Помните, Иванова там, захлебываясь, рассказывала, как она ходит по квартирам, все проверяет, что-то там передают, какие-то коробки и прочее. У нас нет этого Министерства больше? Ну, хорошо, ладно. Иванова болеет, скоро выздоровеет, даст Бог. А Министерство-то оно существует? Нет? В общем, вот этот вопрос, конечно, вот, вот, сразу вот в глаза бросается, там, готовы денежку кинуть Единой России. Да киньте уже и забудьте, но людям-то помогать нужно. То есть, понятно, что деньги, которые достанутся Единой России, они там же где-то и останутся. Далее Хабиров перешел к прогнозам. Цитирую. «Мы считаем, что в течение двух недель наступит положительный исход и положительная тенденция». Конец цитаты. Даже если интерпретировать и пытаться расшифровать вот эти вот не вполне подходящие друг для друга термины и понятия, которые частенько использует Хабиров в своих речах, остается непонятным, на чем основывается вот эта вот достаточно оптимистическая уверенность ради Хабирова, что через две недели ситуация каким-то образом улучшится в республике Башкортостан. Более того, серьезные эксперты и аналитики говорят о том, что ситуация с COVID-19 еще не вышла к своему пику и, вероятнее всего, будет развиваться негативно еще какое-то время. Самые негативно настроенные эксперты говорят о том, что мы весь 21 год проживем в подобном режиме, но никто не говорит о том, что через две недели мы тут чего-то переломим. Но тут, конечно, можно порассуждать, разве что Минздрав у нас, например, вмешается в ситуацию по просьбе ради Фаридовича и вообще не будет госпитализировать людей, либо он их будет госпитализировать и тут же выписывать, прямо не выходя из дома, да, вот как почти рекомендует теперь наш Минздрав, который очищает этот коечный фонд. Но реально, конечно, переломить ситуацию с COVID-19 не удастся в ближайшие две недели. Завершая историю обсуждения борьбы с COVID-19 на прошедшей неделе, Хабиров в очередной раз восхитился властями Москвы и в основном восхитился их жесткостью в подходах о том, как много и массово они штрафовали население, упомянул, что половина штрафов Российской Федерации были наложены в Москве и как-то так даже очень вздохнул по этому поводу. Вторым вопросом, как обычно, анализировали ситуацию на дорогах в ЧАЭС и в ЖКХ. В ЖКХ, в общем-то, ничего особенного не произошло, кроме того, что удалось все-таки справиться с ситуацией обрыва газоснабжения во многоквартирном доме Бирска, а вот с дорогами все примерно так, как я и предсказывал. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях Республики Башкортостан стремительно приближается к сакральной цифре 400 человек. На прошедшую неделю эта цифра составила уже 388 погибших. И, безусловно, мой прогноз о том, что к 25 ноября Алан Марзаев пересечет эту запретную границу в 400 смертей на дорогах, сбудется. Еще одним вопросом, обсуждавшимся на оперативном совещании, был вопрос об итогах взаимодействия с фондом Дом.РФ. Докладчиком, естественно, был новоиспеченный министр строительства господин Кучербаев. И что мне бросилось в глаза? Правительство Республики Башкортостан уже больше не обсуждает решение проблемы обманутых дольщиков. По сути, правительство Республики Башкортостан больше и не решает проблему обманутых дольщиков, полностью делегировав эту задачу спасительно появившемуся Дому РФ. Этот Московский фонд, Федеральный фонд, который призван решать эти проблемы, вообще-то должен действовать в кооперации с местными властями и соотношение 88% к 12%. То есть, вклад Федерального фонда и вклад региональных властей. Однако, в устах башкирских чиновников все это звучит уже полностью как забота Москвы. Напомню, что почти два года назад, в декабре 2018 года, когда Хабиров пришел к власти вот только вот-вот, он очень уверенно заявлял, что он точно знает, как решить проблему обманутых дольщиков и очень скоро ее решит. Однако, как известно, ВОЗ и ныне там. Проблемы нескольких домов решены за эти два года и эти дома были в максимальной степени готовности. Ни один дом еще не получил денежных выплат вот этого Дома РФ. Об этом есть только разговоры. И вообще есть основания полагать, что Дом РФ это одни разговоры. Хабиров упомянул о том, что в 2021 году, как будто бы, будет получено финансирование на 6,7 миллиарда рублей из федеральных финансов фонда. Соответственно, Республика Башкортостан от себя должна добавить 800 миллионов. Будут ли они найдены в условиях того, что дефицит бюджета Республики Башкортостан стремительно растет на фоне увеличивающегося количества праздников и сабантуев? Большой вопрос. Дело в том, что на прошедшей неделе Республика Башкортостан вышла из списка регионов, которые обладали дефицитом не более 10% от валового поступления налогов в течение года. То есть мы стремительно скатываемся в сторону регионов, которые не внушают финансового доверия. Соответственно, будут ли выдаваться федеральные деньги – большой вопрос. И вообще большой вопрос, будет ли Дом РФ получать эти деньги, потому что в первоначальном варианте федерального бюджета этих денег запланировано не было. В общем, конечно, очень много по поводу обманутых дольщиков вопросов, но, повторюсь, главное, что сменилась стилистика. Правительство Республики Башкортостан, судя по всему, больше даже не говорит о том, что оно решает проблему обманутых дольщиков. Все как будто бы будет решать Москва. Завершая оперативное совещание, Хабиров внезапно заговорил о контрольно-счетной палате. Вообще, тучи, конечно, ходили давно над головой контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан. И впервые мы заметили эти тучи, когда в Уфу приехали инспектора господина Кудрина из Москвы и основательно проверили контрольно-счетную палату, которую, напомню, возглавляет давний друг и соратник по подполью Радия Хабирова Константин Нилович Шагимуратов. Константин Нилович, очевидным образом, неправильно понял задачу. Почти два года назад, непосредственно сразу после прихода к власти, Хабиров назначает Шагимуратова руководителем контрольно-счетной палаты. И с тех пор мы ничего внятного и серьезного от контрольно-счетной палаты не услышали. Помимо того, что ближе к концу вот этого двухлетия вдруг выяснилось, что контрольно-счетная палата выявила какое-то там рекордное абсолютно количество и рекордную сумму нарушений в бюджетном применении бюджета в Республике Башкортостан, при этом не было выявлено ни одного виноватого. Константин Нилович, очевидно, совершенно превратно истолковал вот эту ситуацию с тем, когда старый друг и товарищ, соратник по подполью, Хабиров назначил его руководить контрольно-счетной палатой. Константин Нилович Шагимуратов, очевидным образом, воспринял это назначение как некую синекуру, как премию, награду за то, что он так сильно страдал при прошлых администрациях в Республике Башкортостан. Напомню, что именно Шагимуратов исполнял всю грязную работу в команде Хабирова по дестабилизации ситуации в Республике во времена правления Рустема Хамитова. Напомню, что Константин Шагимуратов возглавлял исполком партии «Справедливая Россия» по Республике Башкортостан все время, пока у власти в Республике был Хамитов. И именно «Справедливая Россия» принесла немало неприятностей и беспокойств команде и режиму Рустема Хамитова. Помните, как доходило до личного конфликта с господином Мироновым. Но по поводу Миронова тут уже, конечно, Хабиров хлопотал в Госдуме. В общем, конечно, Шагимуратов очень много полезного сделал для Хабирова. Это так. Но контрольно-счетная палата Республики Башкортостан – это государственный орган, который занимается контролем исполнения бюджета. Это вовсе не частная лавочка, не киоск, даже не кусочек торгового центра, который, в принципе, можно было бы подарить Константину Ниловичу в награду за труды его и самоотверженность. Ну и как бы вопрос был закрыт. Но подарили контрольно-счетную палату. Константин Нилович слишком широко улыбался тем, кого проверял все эти два года, и в итоге на выходе у контрольно-счетной палаты не оказалось ровным счетом ничего. За два года ни одного уголовного дела по итогам работы контрольно-счетной палаты возбуждено не было. Именно этот вопрос так возбудил и взволновал Радия Фаритовича. Видимо, не раз говорил он Константину Ниловичу о том, что надо бы начать пожестче работать, но широкая улыбка с лица Константина Ниловича не спадала. И он ею, в общем-то, и работал в процессе контрольно-счетных мероприятий, которые он применил практически ко всем районам и крупным муниципалитетам Республики Башкортостан. Куда же девались вот эти вот виновные, нарушители и похищенные или растраченные на понапрасну суммы денег? Совершенно непонятно. Процитирую Хабирова, что он сказал в этот раз на оперативке в адрес контрольно-счетной палаты. «КСП шлет талмудами информацию, но нет ни одного уголовного дела по итогам работы КСП. Мне такая работа не нужна, я не вижу результатов и последствий». Далее Хабиров конкретно заявил вот что. «Почему глава Баймака Сидиков до сих пор не в тюрьме? КСП мне бумажки шлет. Мне нужны бойцы рядом, чтобы земля горела под негодяями». Конец цитаты. Судя по всему, Константин Нилович расслабился, немножко заплыл жарком, вставил новые зубы, обзавелся новым автомобилем, новой женой, новым жильем. И, конечно, стало не до геройства, не до бойцовских качеств. Стало жить спокойно, сытно, тепло. В отличие от тех лет, когда Константин Нилович почти в подполье страдал здесь в борьбе за дело Хабирова и в борьбе с Рустемом Хамитовым. Судя по всему, карьера Константина Ниловича Шагумиратова на посту руководителя КСП клонится к закату. И прав здесь оказался Алексей Кудрин, который был категорически против кандидатуру Шагумиратова еще два года назад. Но у Хабирова тогда был медовый месяц с региональной властью, соответственно, ему можно было все. И Кремль как-то так снисходительно смотрел на эти назначения. Но теперь, как и обещал Алексей Кудрин, Шагумиратова, видимо, демонтируют из этой конструкции контрольно-счетные палаты. Все-таки КСП это федерально интегрированная такая структура, которая подчиняется московскому главному офису. А вот Кудрин как раз Шагумиратовым очень недоволен. Хабиров, скорее всего, это понимает. Наверное, постарается решить эту проблему более или менее мягко. Найдут Константину Ниловичу какую-нибудь более понятную и менее хлопотную синекуру. Может быть, куда-нибудь там поближе к торговле. А может быть, даже и к какому-нибудь преподаванию. Можно сослать его, например, в какой-нибудь юридический институт. Ну, в общем, посмотрим. Однако, тут характерным образом проявился именно тот подход и та концепция, о которой мы говорим с самого начала. Верные не значит умные. И вдогонку по контрольно-счетной палате. Вот пока я готовил материал по КСП, мне прямо буквально онлайн по почте пришла история. На мой взгляд, очень четко характеризующая деятельность Шаги Муратова на посту руководителя КСП. Я говорю о том, что контрольно-счетная палата не проверяла тех, кого нужно проверять, и проверяла тех, кого не нужно проверять. Речь идет о том, что КСП Республики Башкортостан попыталась проверить крымский санаторий, реконструкцией которого занималась Башкирия в качестве братской помощи полуострову Крым. В 2019 году, видимо по стечению обстоятельств именно летом, КСП Республики Башкортостан решила героически проверить этот санаторий. Сотрудники санатория и, судя по всему, сам Константин Шаги Муратов героически выехали на место. Самоотверженно заняли лучшие номера санатория и провели там довольно много времени, проверяя деятельность санатория. Ну, не жалея живота своего в разгар летнего сезона прямо в Крыму. Эти герои контроля за бюджетом, значит, жили в этом крымском санатории, а в конце концов выяснилось, что вообще-то полномочий проверять этот санаторий никаких у Шаги Муратова и КСП не было, потому что санаторий этот является обыкновенной уошечкой и никакого отношения к бюджетному финансированию не имеет. В конечном итоге, что мы имеем на выходе? Сотрудники КСП замечательно отдохнули в лучших номерах крымского санатория. Ничего там не проверили, никакого акта предписания составить не смогли и отбыли обратно, значит, на родину. Вот, собственно, иллюстрация того, как работает контрольно-счетная палата. Это не работает, это один сплошной праздник. Не устаю напоминать и просить наших зрителей и подписчиков помогать каналу по мере возможностей. И, в первую очередь, это абсолютно бесплатная помощь при помощи лайков и продвижения канала при помощи перепостов наших сюжетов. Конечно же, мы благодарны всем, кто помогает каналу материально. В прошедшее воскресенье у нас прошел 22-й стрим. Он не обошелся без технических неполадок, но меня порадовало количество людей. 1100 человек в пике было онлайн. Это целая толпа народу одновременно смотрела мой эфир. Это очень здорово. Спасибо всем большое. Не отключайтесь, подключайтесь. Через две недели будет еще один стрим. В общем, мы вам очень за это все благодарны. Теперь будем говорить о главном событии минувших трех дней. И, естественно, это кармаскалы. Надо основательно разобраться, что же там произошло, во-первых. А во-вторых, как на это все среагировали. Все это силовики, местные власти, республиканские власти, республиканские СМИ и СМИ, которые считают себя независимыми. Начнем с фактической стороны. Что же случилось в Кармаскалах и был ли это национальный конфликт или что-то иное? По первой версии, которую, к сожалению, нам преподнес Башинформ, там случилась какая-то ужасная история, когда страшный, запрещенный повсеместно всеми судами и государственными органами УБО Башкорт попытался, по мнению Башинформа и, на мой взгляд, по личному мнению Мурзагулова, отжать какой-то армянский бизнес в Кармаскалах. Вот это первая и самая фантастическая версия. Некоторое время гуляла по новостным каналам. На самом деле, как стало потом известно, вся эта история зиждилась на каком-то почти бытовом и незначительно финансовом конфликте, речь идет о 60 тысячах рублей долга, который один житель Кармаскалов задолжал другому жителю Кармаскалов. И вот на базе этого всего конфликт начал развиваться. Как будто бы кто-то приехал к кому-то в гости и кого-то ударил. В гости, не в гости, с требованием, с претензией. Так до сих пор непонятно. Вот в этих вещах, на самом деле, должны были разбираться силовики. Но силовики разбираться не стали. Что мы видели по факту в минувшие выходные? Случилась очень странная история, особенно для небольшого такого поселения, как Кармаскалы. На окраинах этого поселения выдвинулся спецназ МВД ОМОН, который останавливал автомобили, задерживал людей самым жестким образом. Задержания происходили абсолютно по каким-то дагестанским сценариям, с выбиванием стекол, в том числе и лобовых, выволакиванием людей, бросанием их на землю. Были весьма ощутимые физические воздействия. На кадрах, которые есть по этим событиям, видно, что людей так очень интенсивно бьют ногами, причем лежащих на земле людей, наручники и так далее, и так далее. В итоге было задержано, по разным данным, от 36 до 50 человек. 19 человек получили административное наказание в виде содержания под стражей от 3 до 15 суток. Все они были осуждены по статье «Неподчинение законным требованиям сотрудников полиции», что тоже вызывает массу вопросов, потому что до конца непонятно, в чем выразилось это неподчинение. Меня насторожила жесткость вот этих задержаний. Непонятно, насколько были обоснованы действия полицейских, и будут ли потом эти действия обсуждаться с точки зрения их обоснованности, законности и нанесения физического и материального ущерба. Напомню, что достаточно большое количество автомобилей были существенно покалечены. 10 человек из местного отдела полиции, я имею в виду из числа задержанных, 10 человек, были отправлены на освидетельствование в медицинские учреждения, судя по всему, по результатам вот этих вот задержаний. Еще раз, очень странное поведение силовиков. Чем оно было вызвано, непонятно. По итогам, значит, огнестрельного оружия на месте, значит, обнаружено не было. Было изъято некоторое количество законно зарегистрированных травматических пистолетов, какие-то бейсбольные биты, еще что-то, что зачастую традиционно возят с собой вообще водители, автолюбители в республике Башкортостан. Ну, возят у нас бейсбольные биты, действительно. Я не знаю, в какой ассоциации бейсбола состоят жители республики, но, тем не менее, это так. Вот это первый вопрос. Вопрос законности и соразмерности вот этих действий. Второе. Если конфликт был действительно бытовым, упорно об этом заявляют представители полиции, то почему у нас на бытовой конфликт выезжает ОМОН и спецназ, причем, как бы, в сельскую местность? Очевидно, что это была какая-то спланированная акция, либо была какая-то информация, которая вызвала вот настолько серьезное беспокойство силовиков. Кто подал эту информацию? Каким образом, значит, было это все облашено? Непонятно. Оценивая юридические последствия всего этого события, я отмечу, что в конечном итоге мы имеем что на выходе? 19 человек, предположительно, в какой-то степени не подчинились полицейским, схлопотали за это сутки. За это им почему-то разбили автомобили, эвакуировали автомобили как бесхозные, что тоже очень странно звучит, и теперь с них еще взыщут по 3100 рублей за эвакуацию автомобилей, а речь идет о том, что автомобилей было несколько десятков. В общей сложности во всей этой истории участвовало от 70 до 100 человек, приехавших в Крамаскалы, на вот эти разборки, как бы разборки, и в итоге вот таков юридический итог. Ни о каком терроризме, ваххабизме, салафизме и прочих вещах юридически и официально речь не идет. Уже в выходные официальные СМИ Башинформ и господин Мурзагулов в своих телеграм-каналах истерически разорались о том, что БОО Башкорт превратилось в организованную преступную группировку, которая угнетает армянский бизнес, отжимает какие-то там бизнесы и прочее, прочее. Договорились не знаю до чего, значит, ваххабизм, салафизм и прочее, прочее. Значит, анонимные каналы Мурзагулова сообщали о том, что теперь начнутся жесткие посадки и прочее, прочее, чего, собственно, не случилось, конечно же. Вот эта реакция, честно говоря, важнее даже того, что происходило на самом деле в Крамаскалах. И вот почему. Дело в том, что БОО Башкорт – это, наверное, последняя надежда республиканских властей и господина Мурзагулова реабилитироваться каким-то образом по истории в Куштау и вообще свалить, как говорится, с больной головы на здоровую проблемы республики. Примечательно то, что официальные полицейские власти, речь идет о полиции Крамаскалов, категорически отрицают вообще полностью и целиком версию Башинформа, отрицают взаимодействие с журналистами Башинформа и господином Мурзагулова. По сути, определяя всю вот эту информационную политику, которая длилась вот эти три дня, как ложную, руководитель полиции района в Крамаскалах заявил, что он знать не знает и слыхом не слыхивал ни о каких армянских бизнесах и предприятиях, никогда не слышал ничего о том, что кто-то чего-то у кого-то собирался отжимать и такую версию полиция не разрабатывает. Глава района сгоряча еще в выходные заявил, что у него вообще нет армян в районе, никакой диаспоры там нету. Правда, потом, видимо, получив нагоняя от Мурзагулова через пару дней он кардинально сменил свою точку зрения, чего тоже совсем несуразное мямлил в эфире «Ехо Москвы» и во всяких своих комментариях. Ну, в общем, мы, наверное, сейчас станем свидетелем того, как Ростислав попытается все-таки настаивать на своих глубочайших заблуждениях, и в ближайшее время мы, наверное, станем свидетелем того, как Мурзагулов и его команда начнут обвинять Башкорт в иных проблемах Республики Башкортостан. Я бы посоветовал Ростиславу следующий список прегрешений, которые можно было бы вменить БО «Башкорт». Например, можно обвинить Башкорт в том, что у нас категорически провалена транспортная реформа. Можно обвинить это национальное объединение в том, что у нас отсутствие нормальных дорог практически во всех районах Республики уже стало совершившимся фактом. Можно обвинить представителей Башкорта и в неуклонном росте смертности от ДТП в Республике Башкортостан, что, например, спасет господин Морзаев от неизбежного увольнения. Также, наверное, активисты Башкорт виноваты в том, что Минздрав и система здравоохранения в Республике Башкортостан ежедневно теряют врачей, которые увольняются и не хотят работать в ужасных условиях в больницах. Можно обвинить Башкорт и в чудовищном дефиците бюджета, и в том, что именно они прогуляли государственные деньги на всяких сабантуях, обнимаясь с Элленом Греем. Да в чем только можно не обвинять Башкорт, было бы желание. Однако, вот эта вся позиция, конечно, становится все более и более смешной. Ростислав проиграл вот эту вот ситуацию с поиском виновных, но в свойственной ему манере продолжает настаивать. Вот эта интенсивность обвинений в каких-то совершенно запредельных и зачастую уголовных событиях и явлениях, я имею в виду экстремизм, ваххабизм, салафизм, который постоянно приписывает Мурзагулов и его источники БО Башкорт, в конечном итоге, если не играет на руку самому Башкорту, то, конечно, окончательно дезавуирует государственные СМИ. Меня поражает то, насколько Хабиров лично сам не замечает разрушительных действий его же собственных информационных источников. Ну понятно, ладно, финансирует он их, может быть, и не из собственного кармана, а из бюджета республики, но, в общем-то, по логике вещей, наверное, Хабиров должен был извлекать какую-то собственную выгоду из деятельности информационных источников. Я не имею в виду материальную выгоду, я имею в виду имиджевую какую-то составляющую, которую, по идее, должны формировать государственные СМИ. Иногда мне кажется, что Ростислав Мурзагулов работает вовсе не на Хабирова, а на какого-нибудь, например, Сечина. Из-под тяжка формируя негативный образ Радио Фаритовича в преддверии грядущих смен власти в республике Башкортостан. Может быть, конечно, это и теория заговора, может быть, я там сильно-сильно заигрался в эти предположения, однако, ну, зачастую это выглядит именно так. Помятуя о том, что Ростислав Равкатович очень успешно сотрудничает с разными, а зачастую противоположными силами в политическом пространстве, подтверждений этому масса, вот это предположение не такое уж и фантастическое. Мы помним, как он одновременно работал и на Ходорковском, и на Кремль. Ну, в общем, были вот такие вот истории, да. То есть тут я бы посоветовал Хабирову присмотреться к тому, что происходит в информационном пространстве, по крайней мере, официальном информационном пространстве, а чтобы эта оценка была более или менее адекватной, я бы посоветовал Хабирову нанять какую-нибудь стороннюю организацию, которая бы провела для него некий анализ. Насколько приносят пользу вот эти источники, насколько они оправдывают то финансирование, прямо скажем, большое, избыточное финансирование, как официальное, так и теневое, которое они получают, и реально сложить себе картину. А вообще, польза ему от Башинформа и Мурзагулова или только один вред? Редактор субтитров А.Семкин